В первые месяцы 2024-го у Львов произойдет небольшая трудная ситуация, которая может поставить под сомнение ваши способности, но вы докажете всем свою мощь. Ну и ну. Пожалуй, нет человека, который хоть раз не читал бы гороскоп. Некоторые делают это каждый день. При этом специалисты РАН признали астрологию лженаукой, а астрологам посоветовали сменить работу. Давайте узнаем, верят ли саровчане в натальные карты и предсказания. Как вы вообще относитесь к астрологам? Читаете ли гороскопы? Верите ли в натальные карты? Ну, я тоже считаю, что астрология не имеет под собой научные основы, но гороскопы ради интереса иногда читаю. Нет, не верю. А почему? Не знаю, просто не верю. Почитаю, но так ради развлечения. Считаю, что это как развлечение, а толку мало. То есть наука это вряд ли назовешь. Астрологию считаете наукой или все-таки специалисты были правы, и это все всего лишь развлечение? Ну, а кто знает? Ага, а вот в подобные вообще вещи верите? Что где-то существует какое-то предназначение у человека, и в зависимости от звезд оно меняется? А в религию, сказать, это самое, не об этом разве? Мы многого не знаем просто. Я как-то не вникала в это. Дочка у меня, да, она чего-то там. Вот, а я нет. А вы почему все-таки не читаете, не думаете, что да, под этим что-то есть? Нет, я читаю в основном гороскопы, только, знаешь, вот интересно для внучки моей, как у нее будет, там, как у дочки будет. А про себя я уже, там, не соответствует в гороскопах уже по моему возрасту. Для большинства саровчан гороскопы, натальные карты и предсказания – это все же способ развлечения. Но кто сказал, что от расстановки звезд не зависит судьба человека? Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.